Уважаемые друзья, позвольте от имени белорусского народа приветствовать участников Совета глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества. Надеюсь, что следующее заседание мы сможем провести в очном формате. Вроде бы и пандемия закончилась. Убежден с приходом в ШОС такого мощного государства, с богатейшей историей и культурой, как Исламская Республика Иран, и новых партнеров по диалогу, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Мьянмы, Мальдивской Республики, мы станем еще сплоченнее и эффективнее. Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника Шанхайской Организации Сотрудничества. Мы соответствующую работу провели и признательны тем, кто нас в этом поддерживает. Тема нашего саммита «На пути к безопасному ШОС». Она крайне актуальна в условиях углубляющегося кризиса международных отношений. Надо признать, прежняя система безопасности не была идеальной, но тем не менее предполагала механизмы сдержки противодесов, обязательность исполнения норм международного права. Сегодня же мы видим полный слом всех правил и понятий. Поэтому неудивительно, что ШОС вынуждена еще более сфокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе. Твердо отстаивая принципы построения справедливого мира для всех без исключения государств, Минск на различных международных площадках постоянно проводит работу по поиску компромиссных решений и развязок. Пользуясь возможностью, хотел бы затронуть ряд актуальных направлений нашего взаимодействия. Первое. Все более злободневными являются для стран-участников организации такие вызовы и угрозы, как деструктивные кибератаки, кражи цифровых данных, целенаправленное распространение фейков в информационном пространстве. Об этом уже говорили выступающие. Готовы к сотрудничеству по этому направлению, включая обучение специалистов, реализацию совместных проектов по киберучениям, взаимный обмен техническими решениями. Второе. Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сферы экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития. Последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнерства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения. Китайской Народной Республики, Индии, Пакистана, Мирана, нашими партнерами СНГ, так и сопряжения форматов Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС в широком контексте. Третье. Важная составляющая постоянного технологического развития – это обмен опытом и накопленными знаниями. В качестве одного из возможных пилотных проектов на платформе ШОС предлагаем подготовить программу объединения информационных ресурсов центров трансфера технологий. Так мы сможем стимулировать процессы продвижения и коммерциализации научно-технических проектов. Четвертое. В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси к одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники. Для финансового сопровождения торговых контрактов и реализации различных проектов Беларусь всецело поддерживает идею проработки и инициативы создания Банка развития ШОС. Кстати, к этой проблеме мы уже обращались в свое время. Пятое. Минск сохраняет заинтересованность трансформации общего транспортно-логистического пространства ШОС, в том числе путем активизации международных перевозок, ускорения и цифровизации процедур контроля, обустройства и эксплуатации транспортного коридора Север-Юг. Шестое. Для более близкого знакомства с многообразием культур нашей организации предлагаем рассмотреть возможность реализации масштабного совместного проекта фестиваля «Культур ШОС», сделав его традиционным. Седьмое. Все наши планы рискуют остаться на бумаге, если не усилим работу с подрастающим поколением. Многое из того, что мы сейчас обсуждаем, будут реализовывать сегодняшние студенты. Нужно подумать над созданием платформы ШОС для молодежи. Уважаемые коллеги, завершая свое выступление, хочу поздравить Астану с принятием председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Не сомневаюсь, что под председательством Казахстана ШОС получит новый импульс в своем развитии. Благодарю вас за внимание.